МЕНСКАЯ ЦЕРКВЕ ЛАСКА БОЖИЯ Белорусского реформатора, верники церкви Ян Прадвесник и Ласка Божия, презентовали театральную постанову Библия князя Радзивилла. Этот проект я народился на начале 2015 года, и для того, чтобы отзначить 500 лет Миколая Радзивилла Черного, мы в церкви молились, как это сделать, чтобы это не была ни абстрактная фигура, но стал близким и зрозумелым к каждому верующему. Таким чыном мы створили группу, которая в площадку написала сценарь, а после мы в церкви вельмешмаццы приклали намаганников, чтобы сделать и отповедные декорации, и костюмы. Так само запросили людей из других церквей, и это допомогло сделать этот спектакль. С режиссуры взялся один из лучших акторов Украины и Купаловского театра Павел Харланчук. Он живет в особе на сцене князя Миколая Радзивилла Черного. В этом проекте мне я навод подкресливаю, что это аматорский проект, аматорско-осветницко-христианский проект, потому что тут люди занятые и працуют над этим спектаклем не ты, які отрымливают за это гроши, а ты, які хочут. Конечно, проблемы сустракаются там, звучайно, так, в свете. Там сустракаются проблемы, тут таких проблем не было. Тут все все разумеют, потому что стрыжень и опора все ж таки для всех тут Господь. И все разумеют, для кого гэта справа тут. Тут чого одразу не позбавленная гэта справа, гэта сенсу. Сенсу для чого, дели чого, для кого гэта зроблена, и что мы хочем гэтым сказать. Постанова, примиркованная до дня реформации, попередня пройшла с великим ажиотажем и навод увагой державных телеканалов на сценах молодого театра эстрады и Республиканского театра белорусской драматургии. Постанова, саправды, сталася видовищной. Шоковные костюмы, блескучая белорусская мова, интригованные дединамичные сюжетные повороты и, конечно, выбитная и эмоциональная игра акторов не давала дорваться одеи ни на хвилину. Впечатлила сама личность Николая Радзивила. Меня удивило именно то, как этот человек, когда узнал Бога, лично узнал Господа Иисуса признать, его смелость просто поражает пригласить в свой дворец всю шляхту, всю знать и рассказать, что я верю в живого Бога. Закончание постановы было отзначено бурными воплесками. У просторы гучал интерес, что можно будет побачить через два года, в 2017 году, до 500 года реформации и выходу первой белорусской Библии по-белорусскому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok